привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это кровная вражда наша мэва в локации гробницы семьи бросардов ну что ж нам надо выдвигаться дальше как оказалось наш газкон из тех самых бросардов о которых говорилось предыдущей серии я не буду повторять все истории давайте лучше посмотрим куда нам выдвигаться дальше итак здесь мы все осмотрели здесь у нас какие-то места как сюда попасть может быть надо попробовать пройти сквозь лес как вы думаете сможем это сделать гиблое место а тут у нас какая-то голова ломочка но деревяшка мы можем стащить через забор собственно говоря наверное зайти мы сюда в мужем давайте попробуем 5 опять птичка знак слушайте эту мелодию знакома вам эта мелодия а мне знакома ой как знакома человек зеркало один так поэтому давай-ка вышлем разведчиков наверно не помешает у за странное место что за таинственные фигуры тут молятся в кругу или призывают каких-то духов давай-ка проверим на некоторые сделают все чтобы исполнить свои желания они пойдут на любой уговор заплатить любую цену примеру один ревейский юноша согласился продать собственную душу чтобы овладеть с тайными магическими знаниями кому продал спрашивайте что ж его имени лучше слух не произносить о дим один до удалите все карты противника до того как удалят ваша головоломка ну давай начнем бои посмотрим прямо как с головоломки начинаем даже не размяв свой мозг не знаю посмотрим что получится особое правило удалите все карты противника до того как удалят ваши это понятно призрак начале каждого ход удаляется случайные две вражеские карты а здесь у нас газкон картежник человек нет способности но у нас есть слежка скройте две карты если они одинаковые активируйте способность повторно а так это типа мемори нет а наши удалили нет это называется как вам повезет а мне пока что не везет ой был газкон здесь был а а теперь я знаю наше следующее ой панталон граф колдул мы во второй раз уже смотрели нет вот два графа колдул у нас тут где же был вот этот давай на удачу получилось рейнард панталон нет 1 рейла ну и это это карта добавлено к вашему отряду и можно найти чтобы командование черная кровь давай-ка посмотрим что это такое а а да еще и фундук хавьер ну да предатель хавьер договор я амадей риттеров а в обмен на помощь в изучении магических арканов закладываю свою душу долг свой выплачет только и только тогда когда на ритм на древе в ночи зайдет солнце договор сей кровью собственно подписую осознавая что отказаться от него ни при каких условиях невозможно ну что ж смотри взошло на древе и солнце нельгарская поэтому будьте осторожны в своих желаниях и солнце может зайти да вот умер но мы давай посмотрим что за карту мы взяли нельгарское солнце так вот значит в чем делу и здесь один приложил свою руку чтобы осуществить это желание и получить душу так нанесите по одной единице урона всем вражеским отрядом и усилите дружественно отряд назначения нанесенного урона она только один раз это делает потому что я тогда его вместо мантикора вот непонятно как она работает она просто работает ее надо активировать или она сразу на поле возникает ну ладно короче это наверное сейчас не столь важно а важнее нам наверное выдвигаться дальше сюда мы уже не пройдем да нет сюда мы не пройдем туда забежали в этот край очень-очень странно так мы его куда нам давай-ка сюда чтобы долго не бегать это у нас тут а вопросик был это с этим гнездом накеров ну я не хочу терять своих воинов а то что там эти накеры берегут мне не особо нужно и важно поэтому давай сюда и тут опять нелюгарский лагерь увидев как подходит мы его нелюгарский стражник затрубил в рог однако он не успел сыграть мелодию до конца ему помешала лирийская стрела бездыханный солдат весь в крови свалился на землю это была первая жертва только что начавшаяся битва обычный бой который я ускорю друзья обычные бои я буду действительно все ускорять кто-то из вас хотел чтобы я играла объясняла но лучше это делать на каких-то таких особенных битвах а не на простых простые уже всем понятно поэтому с вами мы услышимся через пару секунд для вас или минут и 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 Мы решим иначе. Опять картошка? О, нет. Берегите головы! В погоню! Ай-ли-кир-тай! Укажите мне цель! Рахшайз! Инь-пэ! Панталон, да шо что за зараза такая? Твоя жизнь теперь принадлежит мне! Инь-пэ! 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 Ай-грот одуманима-тест, спеш-тест. Держи! Инь-пэ! 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 А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Новые приказы? Нет. Ясно. Инь-пэ! 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 Арбалетчик по вашему приказанию прибыл! Это наверняка важный урок. Но вот такой! Рота, вперёд, марш! Сто-одна, сто-две, сто-три. Справимся! Во, Райан Гарзайр! Дьяволь! Дисциплина, вот чего вам всем не хватает. Пошла, пошла! Мудрый выбор. У меня песок в сапогах. Ордер! Да, с панталоном надо что-то делать. Потому что он сжирает, зараза, всё. Карта, в принципе, хорошая. Сейчас, по большому счёту, она нас выручила. Итак, найдено письмо. Достопочтимые судари-невльгарцы. Настоящим сообщаю, что сосед мой, Раслав, лгун и пройдуха, каких мало, скрыл от ваших сборщиков многочисленные богатства. С письмом отправляю карту, на которой показала, где всё доброупрятано. Не жалейте Раславу горячих, ему ни одно наказание мало не будет. Я же пишу всё это дело ясное из благородных побуждений. Но награды за донесение своё не по обрезгу. Миловик. Зараза-то, Миловик. Так, карта. Где-то, где-то... Где-то что-то подобное мы увидели, по-моему. У нас уже две, кстати, карты сокровища. Если на то пошло. Так, давай мы его собираем. Пока не совсем понятно, зачем нам всё это. Ну, как я и говорю, может придётся переделывать колоду, поэтому... Так. А ну-ка, давай-ка посмотрим на карту. Где у нас тут, может быть, такой лесок? Кружочки. Чем-то вот на этот похож, кстати. Ну, неужели это так далеко будет? Где у нас ещё? Может быть, лесок в кружочке? Да, где угодно. Но он окружён, правда, дорогами. А, вот не тут ли? А вот не тут ли? Ну, да ладно, как говорится. Пойдём дальше. Тоже кружочек вокруг дороги. Похоже, что это не то. Эммм... Нет. Мне нужна моя сумка. Карты. Вот это. Две башни, не ульгарские. А, через мост. Ну-ка, мост тут у нас важная... Важная штука. Где у нас тут может быть мост? Вот, ну... А, кстати. Потому что она просто перевёрнута каким-то другим образом. Но это вот очень на это похоже. А ну-ка, давай-ка, мы вам и пойдём. Сейчас успеем тут ещё. Вот мост, хвост, лесок. Много лесков. Я понимаю, что мост не с той стороны, но всё зависит от того, как повернуть в карту. Но, похоже, всё-таки это не то. Не то место, нет, не то. Вот здесь мы пособираем. Всяко-разно. Добро. Так, ладно. Одно. Ясно, всё понятно. Так, что у нас тут? Ваше Величество, мы поговорили с охотником, который живёт вон в той хате. Он сказал, что нашёл на охоте таинственный предмет. Вернее, его часть. Ему показалось, что вы могли бы ей заинтересоваться. И может даже купить. Давай. Кусочек карты. Смотри, там какая-то особенная. Какая-то особенная карточка там. Давай, соберём солдат. Что за хихихи? Смотри, он стоит и хихикает. Конечно, хихикает. Он доволен, продал нам карту. Давай-ка ещё разведчиков. Основное задание. Мы должны тут встретиться с Велимом. Ой. Слушай, можешь пойти всё-таки выкопать этих нахеров. Чтоб уже не оставались за нами. Недоделанные дела. Просто хочу себе напомнить, что там было. Там мы, по-моему, теряли 4 человека. Давай. А, вот так вот просто, да? Я думала, мало ли вдруг. Ну, обычно карту или что-то, или сундук, оно показывается. Короче, поставили мы 4-х человек, закапывать эту яму. Будем считать так. Сами отправляемся. Приближаемся к чёртовой башне, госпожа. Насколько я вижу, Велима ещё нет. Не удивлена. Он всегда опаздывал. Опаздывал ли? Может, это специально? Чёртова башня. Пойдём. Королева не случайно выбрала для встречи именно чёртову башню. Эта башня стояла на острове, и добраться до неё враг мог только по мосту, что исключало возможность внезапного нападения. Отсутствие же густой растительности не позволяло тайно разместить войска. Самое большее – скромный отряд в несколько человек. Вы с Вильямом должны были встречаться без охраны, сказал Гаскон. Но знаешь ли, лучше подуть на воду. Что ты предлагаешь? Я возьму четверых ребят, и мы спрячемся за стенами. Подай нам знак, и мы мигом переберёмся к тебе. Мэву мучили угрызение совести. Предложение Гаскона было бесчестным, но разумным. Наконец, королева кивнула головой в знак согласия, хоть и не без напряжения. Ну, не знаю. Вильям подъехал вскоре после неё в сопровождении тяжеловооружённых всадников. Принц расстался с ними у моста и дальше поехал один. Сильный ветер с реки чуть ли не срывал с плеч его горностаевый плащ. Вильям и его мать встретились лицом к лицу. С минуту они смотрели друг другу в глаза, не говоря ни слова, ожидая, кто первый отведёт взгляд. Наконец, Мэва нарушила тишину. Время летит, а мне нужно освобождать королевство, так что не будем тянуть. Я думал, посол тебе сообщил. Сообщил, а как же. Вильям первый желает заключить мир. Только Вильям первый не в том положении, чтобы договариваться на равных. Вильям первый может самое большее объявить безоговорочную капитуляцию. Потому что Вильям первый проигрывает войну. Да, матушка, проигрываю. И вижу, что хотя бы этим наконец-то смог доставить тебе удовольствие. Вильям, мы встречаемся здесь не как мать с сыном, а как командиры враждующих войск. Ты правда можешь отделить одно от другого? Приходится, сынуля, приходится. О, ёлки с палками. Я должна. Иначе бы я сошла с ума. Тогда вернёмся к переговорам. Ты сказала, что я проигрываю. И ты права. Но я ещё не проиграл. Я не собираюсь сдаваться. Я готов отказать в повиновении Империи и вместе с войсками перейти на твою сторону. Но только если ты выполнишь мои условия. Это какие-то такие условия. Хочу их услышать. Вот именно. Во-первых, ты не отменишь ни одной из реформ, которые я провёл до сего дня. Блин, хотелось бы знать, какие именно реформы. Во-вторых, ты гарантируешь мне и моим советникам безопасность. В-третьих, я останусь твоим преемником и унаследую трон. Слушайте, а вообще-то, в принципе, требования-то не такие. И хотя Нильгард, как бы знать, что именно Нильгард, какие именно он законы ввёл. Как мы видели, не все законы Нильгарда были, собственно говоря, плохими. Но вот то, что там вся твоя кодла, которая там с тобой была, ну, с колдоволом мы уже расправились. Ну, остальные вокруг тебя, мне кажется, там куча змей. Клубок вокруг тебя свился. Опять же, я не знаю. Ты останешься моим преемником и унаследуешь трон. Ну, это как бы ради бога. Но, Вильям, Вильям. Нет, арестовывать я его не собираюсь. В любом случае, это будет подло. Он всё-таки приехал без охраны, без всего. Так, мы не будем делать. Но принять твои условия. Ах, как трудно. Ах, как трудно разделить личное и государственное. На нём так хорошо смотрится корона. Эх, Мэва. Тяжко быть матерью и королевой. Нет, Вильям. Нет. Я не могу принять эти условия. Чёрт. Что ж, я должен был попробовать. Ну, я не могу отказать тебе в отваге. Приехать сюда, посмотреть мне в глаза. Это должно быть нелегко. Чёрт. Почему я всё время выбираю не то, что хочу в первый раз. Так и было. Надеюсь, что подобное мужество ты проявишь на поле боя, когда придёт время. Я буду искать твоё знамя, и пусть тогда боги рассудят наш спор. Прощай, матушка. Вильям низко поклонился и ушёл. Мэву всё ещё обуревала злость, но вместе с ней и печаль. Сразу после этого, войска Мэвы направились в сторону замка в Ривии. До решающего сражения оставалось совсем немного. А я могу перезапустить? Можно ли исправить то, что уже сделано? Потому что, честно говоря, как бы вот оно по ситуации, да, война, всё такое, его условия. Но что-то мне сердце говорит, что, вопреки всей логике, надо было принять его условия. Там бы уже разобрались. Эд, дело сделано. Нет! Игра! Да, это игра, она как жизнь. Принятое решение. Их последствия. Мне придётся сражаться с собственным сыном. Блин, уже... Уже не придумаешь. Сейчас, друзья, я попробую всё-таки перегрузить. Какого чёрта? Блин. Эх, нет, друзья. Былого не воротишь. Облазила я все возможности сохранки. Все возможности сохранки сводятся к тому, что последнее сохранение всегда переписывается в этой игре, ты ничего не можешь загрузить. На самом деле, я считаю, конечно, это интересно, может быть, даже. Кстати, вот тут мостик, это разве не та карта, которая нам нужна? Вот. Но с другой стороны, ну даже если, как говорится, было бы... Ну, сохраняли бы три последние сохранки или так далее, вот в бою, например. Там же есть загрузить последнюю сохранку. Здесь нет. Ну, ладно. Что ж, теперь. Очень нехорошо. Я мне вот прям совсем не нравится моё решение. Я не знаю, почему я так всё время по-дурацки делаю, когда, в принципе, думаешь сделать одно, и потом почему-то делаешь совершенно противоположное тому, что на самом деле хотелось бы. Это меня в самой себе бесит. Ну, как говорится, мне с этим жить. Так, и нам с этим проходить. Проходить. Поэтому пошли. Мы вот. Да где ж? Вот он, клад. Вот он, клад. Вот он, клад. Прям вот. Понятно, что он тут. Нам он нафиг, конечно, не нужен. Мы нашли карту принца Велима. А, чёрт. Хоть приигрывай всю игру. Ну, это же... Так теперь её проиграть. Её теперь надо... Столько всего проходить с ним. Нет, понятно, можно пропускать все битвы и так далее. Но я уже не помню, какие я принимала решения до этого. И как, что будет. В общем, ладно, мы его пойдём. Я очень не хочу. Самое последнее, что я хочу, это воевать собственным сыном. Я думала, что до этого не дойдёт. Но... Увы. Увы. Так. Ладно. У нас ещё была карта, кстати, сокровищ. Найдена где-то здесь. Там было две башни, камень. Может быть, это где-то здесь. Дай-ка мы вернёмся сюда. Я на самом деле жутко расстроена. И по большому счёту мне даже... Не хочется дальше играть. А, да нет, не карта. Так, это мы нашли. Вот. Две башни, чистокол, обрыв. Ещё один чистокол. Там дорога. Вот как здесь похоже. Вот две башни. Здесь нету второго чистокола. Эти карты тоже супер. Относительно. Так, где ещё у нас, может быть, на карте какой-то... Огорожено чистоколом. Вот здесь был. Но здесь нету второго чистокола. Здесь нет. Это гробница. А чё это мы тут не нашли? Что-то тут не нашли. Так, тут тоже нет. Может быть, это, конечно, вот где-то здесь. Башни. Здесь башни. Здесь нет. Так, ну, в любом случае, мы его... Давай вернёмся. Где мы там чего не нашли? Может быть, сдул бы его поднимем. Где-то тут мы что-то не собрали. А, ну, да. Вот. А может быть, давай прогуляемся и дух поднимем. У нас же... Вот ещё есть. Пошли. Эх, мать, смелители. Помоги нам. Что делать? Почему я всё время... Я сейчас долго буду стонать. Почему я всё время спохватываюсь? Да, уже поздно. Говорит, здравая мысль приходит задним числом. Но, с другой стороны, если бы мы сейчас согласились на условия Велима, не было бы так, что нас... Эээ... Все наши посчитали бы предательницей. По большому-то счёту. Армия. Ваше Величество. Рейнард отдал честь и щёлкнул каблуками. В лагерь явилась делегация крестьян из Скалы. Они хотят подать вам челобитную. Мэва вздохнула. Челобитные, суды, аудиенции. По этим обязанностям правителя она никогда не скучала. Ладно, приведи их. Ответила королева. Передай им, чтобы говорили связные по делу. Делегацию возглавлял статный бортник Велерат, сын Меслава. Под взором королевы он пал на колени и воздел руки в умоляющем жесте. Милосердная ты наша матушка-благодетельница. Жалься над мужицкой недолей. В военную годину едва концы с концами сводим. Вот и просим, отмени указ. Не повышай податей, не можем мы. Что? Перебила его Мэва. Какие еще податей, о чем ты говоришь? А, листовочки Мэва, листовочки, которые мы находили. Так в вашем указе писано. В том, что прибит к доске в деревне. Смущенный крестьянин вытянул из-за пазухи измятую грамоту, указал пальцем нужный абзац. Я, королева Мэва, возвещаю, что, ежели трон свой вновь обрету, по дымную, по душную и по земельную подати троекратно повышу, дабы расходы военные за счет простого люда возместить. Хе-хе-хе-хе. Что же за выраженное ты писала? Мэва удивленно переглянулась с Рейнардом. Она не издавала такого указа. Но на документе были ее подпись и печать. Может, это затея Вильяма? Исключено. Мэва покачала головой. Мой сын пал низко, но не настолько, чтобы использовать мое имя для подлога. Тогда кто же составил эту грамоту? Мильфгарцы. Без колебания ответила королева. У них есть доступ к моим печатям, бумагам и писарям. Они сеют смуту и обман, настраивают против меня простой народ. Гнусные лжецы. Королева изорвала подложный документ в клочья. Но она знала, что проблему это не решит. Она должна узнать, где были отпечатаны подписанные ее именем фальшивки и положить конец этому беззаконию. Положить конец беззаконию можно только вернуть власть к себе. Вернув себе власть. Так вот, фальшивки. Да-да-да, они раньше нам попадались. Так, а вот и тут деревенька, где хихикуют мильфгарцы. Сейчас вот и хихикает. Я очень зла. Я страшно расстроена. Даже... Даже когда Вильям переметнулся к мильфгардцам, я не была так расстроена, как сейчас. Поэтому сейчас все отхватятся у меня. Мильфгардцы тоже любили повеселиться, потанцевать, попеть и пропустить пару кружек. Черные, которые предавались именно этим развлечениям в придорожно-постоялом дворе Леси Хвост, не ожидали, что к ним вот-вот присоединятся незваные гости. Обычный двой, друзья. Я его убыстряю. Ну, если где-то на убыстренном вы услышите какие-то мои низкочастотные возгласы, не обращайте внимания. Как-то я попал одному сапогу в глаз 20-ти шагов. Дай это трой! Берегите головы! 101, 102, 103. Укажите мне цель. 152, 154. 162, 144. 153, 164. 144. И тыnom, 144. Взрыв. Отвып Going앞. Держи! Продолжение следует... Хм, в учебниках такого не было... Продолжение следует... Ее величество знает, что делает! Продолжение следует... Пошла-пошла! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне нравится, как заканчивалась эта битва, этот Нильгардис такой развернулся, махнул своим мечом и ушел. Так, но не было сомнений, что мы, естественно, победим. У нас нету сомнений в битве, у нас есть сомнения в принятых решениях и очень серьезные сомнения. Так, поэтому мы пойдем сейчас в поляна болота, давай-ка соберем там, что у нас там еще есть. Тут какая-то штука. Вот, выдвигаемся дальше. Я так думаю, что все близится к развязке той или другой. Где, правда, печатали эти прокламации, я думаю, что вряд ли это было в какой-то деревне. Скорее всего, это где-нибудь в каких-нибудь городах. Города у нас раз, два. Ну, собственно говоря, и все. Может быть, выслышать разведчиков. А, вот еще тут у нас целая куча есть. Что ж, моего? Путь у нас еще недолгий, и путь наш продлится и продолжится, как бы оно там ни было. Более того, у нас там есть тролль. Тролль у нас есть. Тролль с головоломкой. И ломать головы каменных троллей мы с вами будем уже в следующей серии. А в этой я с вами прощаюсь. Огромное спасибо всем, кто я посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.